Здарова всем подозреваемым и с вами как всегда Саня Слоун и сегодня у меня для вас просто шикарные новости. Ребята, просто в этом видео я покажу вам новые скины в следующем сезоне, в третьем, которые выйдут, которые уже были заспойлерены и сегодня те из вас, кто их не видел, либо забыл, увидят их еще раз, либо просто будут шокированы. Также, ребята, мы поговорим о новом режиме, который тоже будет добавлен просто с вероятностью 99% в третий сезон и, конечно же, наши догадки по поводу нового персонажа, эксклюзивного нового золотого пропуска. А также в этом видео будет розыгрыш на 240 алмазов для моих подписчиков. Условия, как всегда, в конце видео, так что обязательно досмотри это видео до конца. Ты готов? Тогда скорее ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, самый топовый код автора Слоун в настройках игры. Ну а мы начинаем. Ребята, сразу же начнем с того, что с момента записи этого видео до конца золотого пропуска и второго сезона осталось всего три дня. Это значит, что ровно через три дня у нас появится новый золотой пропуск с новым эксклюзивным персонажем, которого мы сегодня объявим. Возможно, это будет он, а возможно и нет. Но мы попытаемся разгадать эту тайну. Также, ребята, внимательно сейчас, пока мы не начали переходить к нашим скинам и дополнительным режимам, давайте посмотрим, какие скины у нас были и какие скины я вам уже показывал. В этом видео я покажу далее эти скины, которые не вышли в этом сезоне, а значит, они выйдут в следующем сезоне. И там же намек на новый режим, который появится тоже в третьем сезоне. Ребята, вы все знаете этот золотой пропуск, вы все уже видели эти скины уже по несколько раз, да? И, как бы вы понимаете, здесь у нас эксклюзивный персонаж Стив, мы все его получили, кто не получил, участвуйте в розыгрышах, дорогие друзья. 240 алмазов в нашей группе ВКонтакте, в Дискорде, также на моем канале видео. Обязательно, почему бы и нет, ребята, просто написать комментарий с вашим игровым ID и все, это ничего сложного. Иногда нужно подписаться на еще какой-то канал, чисто для поддержки моего канала. Вот и все, ребята. Так, давайте посмотрим дальше. Значит, смотрите, у нас, ну вы помните все эти скины, мы все их прекрасно видели, но были скины, которые я показывал еще на анонсе новой карты и начала второго сезона, которые не вышли, ребята, в этом сезоне. И мы думали, почему они и вышли, где эти скины? Их не было ни в магазине и нигде. А теперь, ребята, давайте перейдем на мое старое видео, которое я снимал еще 28 мая. Вот, ребята. Это видео, которое я снимал 28 мая, здесь я показывал вам конкретно скины на отеле, то есть на новом втором сезоне с новой картой и скины, которые выходили там. Ребята, в этом видео, оказывается, были показаны скины, я только сейчас об этом вспомнил, которые не были введены во втором сезоне. Их не было просто. А это значит, что они будут введены в третьем сезоне. И почему я говорю, что они будут в золотом пропуске? Потому что разработчики кое-как спойлернули нам нового персонажа и его характеристики. И теперь, сейчас, вы сами додумайтесь, кто же это будет. Смотрите, ребята. Значит, давайте по порядку. Огненный скин у нас был. Получается, эльф, ребята. У нас не было этого скина, то есть его вообще не добавляли никуда. Этот скин, он был анонсирован во втором сезоне, но его так и не добавили в игру. Это первый из тех скинов, которые мы знаем, что будет в третьем сезоне. Давайте посмотрим дальше. Вот у нас. Ледяной, получается, ледяной король или ледник, да? Я показывал вам этот скин. Те, кто подписаны на мой канал уже давно, они в курсе, да? Что этот скин был, но он не вышел. И вообще все забыли, а где эти скины вообще делись, да? Судя по всему, эта тематика у нас была связана больше с огнем. Поэтому там был добавлен именно огонь. Шапочка огня, да? А получается, в третьем сезоне будет добавлен вот этот скин. Судя по всему, ледяной, как бы, да? Противостояние. Теперь давайте посмотрим дальше. Ребята, вот. Вот это самое основное, что я хотел вам показать. Там дальше еще будут скины, конечно. Но вот этот сейчас, это именно то, что я вам сейчас пытаюсь рассказать. Ребята, разработчики, в прошлом видео я рассказывал, они анонсировали нам нового персонажа. Они сказали только несколько вещей. Новый персонаж, мы не скажем, кто это, но мы знаем точно, что его нет в зубе, да? Этого персонажа. И его не было в Соспекс, ни в зубе, ни в Соспекс. И этот персонаж очень веселый, и он любит шутить. Ребята, этот скин, этот скин клоуна, скин джастера, скин шута. Не знаю, как хотите, так и называйте. Ребята, как вы думаете, возможно ли это связано с новым режимом игровым, который будет добавлен в третьем сезоне, и этот режим будет называться джастер, или шут. То есть, как угодно, так как хотите, так и называйте. Ребята, вы очень много писали про этот режим, и разработчики, судя по всему, прислушались к этому. И также мы знаем, что разработчики не просто так придумывают какие-то режимы. Они смотрят на самые хайповые режимы, которые есть в модах Among Us, и переделывают эти режимы под нашу с вами игру Соспекс. И таким образом у нас выходят новые режимы. Потому что зачем придумать что-то новое, когда есть уже хорошо известное и наработанное старое. Так вот, ребята, этот скин, он не просто так сейчас здесь на видео. Не просто так вы на него смотрите. Мне кажется, этот скин будет либо последним скином золотого пропуска, либо он будет в начале. То есть, да, мы получим нового эксклюзивного персонажа при покупке золотого пропуска, и на него сразу же вторым или третьим уровнем будет вот этот эксклюзивный крутой скин, который не будет продаваться в магазине. И как раз, исходя из той информации, что разработчики нам спойлернули, что персонаж новый, эксклюзивный, он будет шутить и будет смеяться, то есть он веселый персонаж, да, не агрессивный, то это значит, что еще вдобавок с этим скином, если мы сопоставим это все с клоуном, мы имеем с вами 99% шанс на то, что нам добавят в игровой режим, в новые ивенты, именно режим Джастера. Это будет один из тех режимов. Как мы знаем, в каждом сезоне разработчики добавляют один или несколько новых дополнительных режимов. И вот, ребята, это шоковая информация, которая порадует каждого из вас. Новый режим Джастер, ребята, это просто имба. Если кто из вас не знает правила этого режима, я вам сейчас могу в двух словах кратко объяснить. Этот режим заключается в том, что игрок с ролью Джастер, он должен добиться того, чтобы команда его выгнала из игры, и тогда он выиграет. У него такая цель. Он должен как-то троллить, как-то должен поставить себя так, чтобы его выгнали. То есть сделать всевозможные вещи, чтобы его кикнули. И тогда он выигрывает, а все остальные проигрывают. Вот так вот. Вот это интересная роль. При том, что еще и с голосовым чатом это будет просто имба, ребята. Просто имбище. Давайте посмотрим дальше. Но еще одни скины, которые будут добавлены также. Рыцарь у нас был. Вы можете присмотреться тут снизу. Я тут как бы проматываю. Вот. Ребята, лесного эльфа у нас тоже не было. И этот скин, скорее всего, тоже появится в третьем сезоне на каких-то уровнях. Но он точно не будет добавлен в магазин, потому что эти скины были рассчитаны именно на золотой пропуск. Судя по всему, разработчики просто разделили эти награды. И некоторые из скинов, которые планировалось добавить на второй сезон, они перенесли на третий. Так что и режим, скорее всего, тоже будет новый там. Давайте дальше посмотрим. Так, что у нас тут еще? Ага, художник. Ребята, художник тоже будет добавлен в третий сезон. Скин, как по мне, тоже. Ну, это не то, что прям художник, это волынчик. Волынчик, прошу прощения, это волынчик. То есть, это какой-то шотландец, который играет на волыне. Понятно, в общем, да? Тоже прикольный скин нового сезона. Интересно будет даже посмотреть, как он будет выглядеть на новом персонаже, ребята. Давайте дальше посмотрим. Так, Фарон у нас был. Эта Королевская Охрана тоже была. Получается, Афродита была у нас. Орес тоже был. Гермес. Вот я не помню. Гермеса, по-моему, у нас не было. У нас не было такого скина, да, ребята? Напишите в комментариях, потому что я уже старый мог забыть. Ребята, этого скина, по-моему, тоже не было. Не будем на нем слишком зацикливаться. Скин такой не слишком прям жирный, да, какой-то. Очень похож на Афродиту. Но немножечко отличается. Прикольный скин тоже. Давайте дальше посмотрим. Так, Медуза у нас была. Потом Зоро у нас тоже был. Командир был. Мэри. Ребята, этот скин вам очень всем понравился. Когда мы записывали с вами это видео, когда я вам показывал эти все скины, этот скин многие из вас оценили и сказали, что он реально крутой. Вот это как раз шляпка с цветочком и этот костюмчик вместе с зольтиком. Обалденный просто сет. Крутой, радостный. Я думаю, всем понравится. Он очень такой, знаете, в стилистике Джокера именно, да? По всем канонам DC. Давайте дальше посмотрим. Так, это у нас Рэмбо тоже был. Астронавт тоже был. Вот, садовник, ребята. Садовника тоже не было. И этот скин тоже будет добавлен в третий сезон 100%. И это будет не магазинный скин, опять же таки повторюсь. Это будут скины именно золотом пропуске. Но давайте посмотрим дальше. Так, офицер у нас был. И кто у нас тут последний? Так, а, вот еще один у нас художник. А, это был садовник. Теперь у нас художник, ребята. Посмотрите, этого скина тоже не было. Хотя он был анонсирован. Посмотрите, тоже прикольный скин. Интересный. И тоже, как бы, неплохо было бы его получить бесплатно в золотом пропуске. Всего лишь за 240 алмазов получить такие топовые скины. И сразу же, ребята, опережу вас. Это не все скины. Это всего лишь парочку я вам показал. Большинство скинов мы увидим уже в ближайшие дни, когда разработчики дадут официальным ютуберам, как я, эту информацию по новым скинам. Мы все их вам покажем. Также покажем новый режим, новый золотой пропуск, все награды в нем. Это все вы увидите на моем канале. Поэтому обязательно, обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Потому что только здесь вы найдете самую актуальную и свежую информацию. И всегда вовремя. Давайте посмотрим дальше, ребята. По поводу нового режима мы разобрались. Будет джастер. По поводу новых скинов вы тоже уже видели. Прикольная штука. Очень интересно. Какие же будут еще скины мы узнаем чуть-чуть позже. Ну и, ребята, конечно же, по поводу Лизи. Вы спрашивали очень много по поводу Лизи. Ребята, в прошлом ролике я об этом не сказал, когда говорил вам о новом персонаже. У нас есть официальный фан-кит, где разработчики добавляют модельки персонажей, картинки всякие, скины и так далее. Для того, чтобы креаторам или ютуберам, таким как я, можно было проще создавать какой-то контент, превьюшки и так далее. И сюда, ребята, недавно, совершенно недавно, добавили Лизи. Она и была здесь уже давно, но не было конкретных моделек. Она была такая зачеркнутая. То есть, для того, чтобы нельзя было ее как бы взять, да, приходилось повозиться для того, чтобы показать этого персонажа целиком. Целиком его не было. Сейчас я вам покажу. Хорошо, мы ищем здесь, получается, Саламандру. Вот она, видите, Саламандра. Мы открываем ее. И, ребята, смотрите, вот так вот выглядят ее картинки. Но проблема в том, что эти картинки были специально замазаны. И совершенно недавно разработчики обновили эту страницу и добавили сюда полностью все детали Лизи, только уже в ПНГ и в высоком разрешении. А это значит, что этот персонаж уже вот-вот должен появиться в игре. И, скорее всего, он появится у нас как редкий персонаж в третьем сезоне. То есть, он не будет эксклюзивным персонажем третьего сезона. Он будет просто как новый редкий персонаж. Просто в магазине будет продаваться за какую-то сумму. Узнаем потом, какую, когда он уже появится. Но что самое интересное, сюда до сих пор так и не добавили носорога, ребята. И до сих пор так и не добавили зебру. То есть, их здесь нет. А вот Лизи уже давным-давно сюда внесли. Как мне известно, Лизи здесь вообще находится еще с самого начала игры. Еще когда бета-тест был и был этот фан-кит, там уже была Лизи. Она уже очень давно здесь. Пока что это вся, ребята, информация, которую я хотел с вами поделиться. И теперь давайте уже перейдем к итогам на наш прошлый розыгрыш. Для того, чтобы сделать новый розыгрыш на золотой пропуск. И победителем прошлого розыгрыша стал вот этот вот мой случайный подписчик. Амазы я, конечно же, уже отправил ему на аккаунт. С чем его и поздравляю. Ну а у нас новый розыгрыш на золотой пропуск в этом видео. И все, что вам нужно сделать, чтобы принять участие в нем, это всего лишь навсего поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал и на канал моего друга, ссылку на который я оставил для тебя в описании. И написать любой комментарий с вашим игровым айди, который находится в настройках игры. Итоги, как всегда, подведем через одно или два видео. Также, ребята, напоминаю вам, что с выходом нового сезона у нас будет розыгрыш на 10 золотых пропусков. Поэтому обязательно поставь колокольчик, нажми его, чтобы не пропустить новый сезон, а также новые розыгрыши. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok